Всем привет, с вами Роман Раскольников и я продолжаю играть в игру под названием Lost. Остаться в живых. Ты должен быть тот самый. Ребята, вы кто? Хороший павел. Итак, в Порше серии я решил вернуться на пляж, потому что там были книги в пещере. Мне их ложить некуда, у меня все слоты в рюкзаке заняты. А сейчас, на данный момент, я коплю деньги на... Вот, чемодан, но я его открыть не могу. Так, коплю деньги на пистолет. Не знаю, для чего он нужен, но на всякий случай я его куплю. Надеюсь, мне хватит. Так, торгуем? Это мне пригодилось. Не понял. Я что-то не так сделал? Так. Мне нужен пистолет. Во-первых, мы продаем книгу за 40 баксов. Так. Во-вторых, воду за 20 баксов. Так, консерву 70 баксов. Факел 80. Ну, 4 баксов. Ну, ладно. Ладно, этот факел пока продавать не будем. Если что, прибережем его. Потратим. Чтобы он зря слот не занимал. Так. А, так. Хм. Не хватает. Блин, а у него снова еще одна обойма есть. А мне прям чуть-чуть не хватает. Ну, что-то мне надо продать. Так, 120. А пистолет стоит 110. Хорошо, надо что-то... Так, консерву мы пока что продавать не будем. Потому что они стакаться будут, а факелы уже не стакаются. Так. Вода тоже в будущем будет стакаться. А факелы не стакаются. 110. Так, отлично. Теперь у меня есть пистолет. А обойма пропала, кстати. У него была одна обойма. И я... У меня одна обойма была. Но хорошо, что я у него покупаю за 30 баксов. И продаю ему тоже за 30 баксов. Вот в чем плюс. То есть я взял целую кучу предметов. Сложил, вот, например, вот у меня разные предметы. Вот, например, это у нас 5 баксов. Я, короче, все вот эти ячейки взял и сложил в одну ячейку. Стоимостью в 30 баксов. То есть когда я купил обойму. А теперь я опять-таки... Обойму и продал. Для того, чтобы купить пистолет. Ну, то есть как слот. Я вложил деньги в обойму, чтобы в будущем у меня было больше денег. Ну, то есть чтобы приумножить их. По идее, выгодно было бы несколько обойм купить. Вот здесь все слоты в обойму складывать. Ну, хотя одна обойма, наверное, один слот занимает. К сожалению, одна обойма просто так пропала. Но он еще откуда-то одну вытащил. То есть у него, походу, всегда можно будет купить обойму. Так. И сейчас у меня есть факел, который желательно потратить. Он 4 бакса стоит. Мне незачем его продавать. А ячейку он занимает. Поэтому, так сказать, мы потратим его. И получим пользу. То есть сэкономим масло. Факел нам понадобится для того, чтобы добежать до центра пещеры, где там светит все. Этот свет попадает в лучи солнца. После чего я поменяю его на лампу. И уже потом мы побежим дальше. Соберем книги, которые я там видел. Так. А, вот нашел. Я думал, что у него нет этих факелов в руках. Так, на всякий случай мы сделаем скриншот. Так, стоп. Я заблудился. Куда-то я не туда бегу, в общем-то. Да. Из-за этих мышей я, короче, спутался. Так, мне вот сюда надо бежать. То есть я врезаюсь в невидимую текстуру, он встает на месте. Я чуть правее беру, врезаюсь в триггер, где срабатывает катсцена, типа как он машет руками. И она же меня сбрасывает вниз. Так. В общем, я пришел отсюда. Куда мне идти? Ха. Забавно. Я не знаю, куда мне идти теперь. Конечно, у меня есть предположение. Скорее всего, я погибну. Вот, я застрял. Так, стоп, я... Да я и вообще иду-то. Тупик. О! Ммм, что вас в ней машина. Я здесь не был еще. Так. Туши огонь. Так, что-то есть. Консерва. Так, отлично. Я же говорил, консервы невыгодно подавать. Потому что они будут стакаться. Если четыре консервы можно с собой таскать в одном стаке, это будет 40 баксов. Если пять, это 50 баксов. Так, а куда я пришел? Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас, скорее всего, тупик, да? Нет, нету тупика. Но у нас еще путь был в другую сторону. Так. Хочу посмотреть, что у нас здесь. Тупик. Тупик. И ни одного предмета нет полезного. Так, нужно уметь экономить. Так, мы с ним можем поговорить. Все, что происходит на этом острове, имеет смысл. Нужно уметь экономить масло. Ну, или факел. В зависимости от того, что у нас есть. Спрыгнуть вниз. Если мы сейчас прыгнем, то уже больше не вернемся наверх. У нас не будет пути назад. Только не говори мне, что ты что-то сломал себе. Вроде бы ничего. Так. Ага, тут кто-то лежит. Осмотреть предмет. Женщина что-то сжимает в руке. Похоже на компас. Наверное, вот это вот будет лучше для превью. Место. Ммм, зря я компас взял. Наверное. Потому что я еще пещеру не усмотрелся. Сейчас мы отсюда уйдем, будет очень плохо. Что ты нашел? Лок, помоги. Скажи, что ты нашел там? Видел женщину. Лизу. Лок, тяни уже. В твоей руке. Что ты нашел? Помоги, я покажу. Сейчас я не вижу причин помогать тебе. А вот причины задержать тебя здесь у меня есть. Я нашел компас. Брось его мне. Лок, нет времени. Ладно. И он сейчас нас не вытащит. А, вытащит. Дай руку. Я же говорю, зря я компас подобрал. Сегодня тебе повезло. Но знаю, он найдет тебя, когда ты будешь готов. Прими этот скромный дар. Я уже думал, что нет никакой батарейки. Остров даст тебе все. Теперь насчет компаса. Виадомус. Латынь. Это значит домой. Любопытно. Остров дал мне тот люк. Он позволил мне поделиться этой тайной, когда пришло время. А тебе он дал этот компас. Иди, куда он ведет. И получишь свои ответы. Блин. Но надеюсь, что в пещере ничего полезного не было бы, кроме компаса. Ладно, ладно, тварь в лесу. Может, это монстр? Может, это злобный жираф? Я не знаю. Это Херли сказал. Если ты будешь меня слушать, доверять мне, если будешь делать то, что я скажу, когда придет время, я возьму тебя с собой. Домой. Бен. А, Бен этот, который сына пытался спасти. Он плод строил. В предыдущих эпизодах игры. Газета неплохо заплатила тебе за информацию, Рика. Так что не тяни. Тебе придется многое объяснить. От дохлого ноута тут не больше толку, чем от кофеварки. Может, Саид починит? Говорят, ты нашел свой ноут. Похоже, ты раскрыл еще один мой секрет. Все, что происходит на этом острове, имеет смысл. Виадокс. Латынь. Это значит домой. Тут не моя дочка. Я не могу. Виадокс. Тебе. Тебя. Здесь. Виадокс. 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 Не путай совпадений и судьбу, мистер Эко. Кто-нибудь знает, что творится с динамитом на жаре в 30 градусов? Ага. Блин, хороший момент был для того, чтобы сделать превьюшку в той пещере, но, к сожалению, я взял компас и случилась сюжетная катсцена, которая меня телепортнула сюда. Так, зато у нас теперь, похоже, есть компас. Так, отдать батарею Саиду. Саид может подключить эту батарею к моему ноутбуку. Если он починит компьютер, там наверняка найдется какая-нибудь информация обо мне. А, идти по компасу. Надо идти по стрелке компаса, который я подобрал в пещере. Лох по коже считает его очередным подарком острова. На компасе выгравлено слово Viadomus. По латыни это значит путь домой. Так, сейчас поговорим, наверное, со всеми жителями. И починим ноутбук. Так, но сначала я пробегусь и соберу... Всякие предметы. Там папайя, кокосы. Оба. Осмотреть фюзеляж. Повсюду обломки самолета. Число 15 всегда будет напоминать мне о рейсе 815. Так, может это сфоткать надо? Так. А, это у нас что такое? А, это компас. Э, нет. Угу. Значит, это не надо фотографировать, я помню. Так, быстренько пробежимся. А, кто-то нацарапал на ящике цифру 16. Зачем? Непонятно. Так, лог. Так, надо пробежаться, собрать все возможные предметы, которые здесь есть. Кейт. Так, есть ли смысл мне идти в джунгли? Появились там новые кокосы или как? По идее, мне нужно сейчас обменять все, что есть. На обойму с патронами. Так, а можно ее еще раз сфоткать? Для меня позор. Ага. Слишком мелко. Ближе. Надо ближе навестись. Слишком мелко. Ближе. О! Вот за что я получаю бабки. А, предмет уже доступен. Один из трех. Ну да, мы это уже фотографировали, потому что... Ну то было ночью, а сейчас будет день. Что-то кокосов мало упало. Можно сказать, что почти что нету. Три кокоса и одна бутылка с водой. Четыре кокоса. Так, вот еще один кокос лежит. Так, я теперь могу хотя бы одну обойму пистолету купить. Может даже на две хватит. Так-то книга сорок этих стоит долларов. И у меня есть вторая книга. У нее неизвестная цена, но возможно мне тоже хватит. Ну, книгу, наверное, мы пока продавать не будем, если у меня набирется другими предметами 30 баксов. Потому что все-таки фрукты, они занимают больше слотов, чем одна книга на 40 баксов. Пять кокосов это 10 баксов. И это один слот. А книга 40 баксов. И один слот. То есть кокосы четыре слота займут. Для того, чтобы набрать такую же стоимость. Так, осмотреть тележку. Пустая тележка для еды. Похоже, это сойер. Ее я так разграбил подчистую. На тележке написано цифра 23. Не понял. Тут у меня цифры, что ли, надо какие-то искать? Серьезно, что ли? 15, 16, 23. Подождите, 15, 16, 23. Это в случае не тот самый пароль, который нужно постоянно вводить. Не те самые цифры. Там вроде 40 должна цифра быть. Так, это у нас кто? Это у нас Сойер. А, нет, это у нас Скойл. Я думал, Сойер. Это у нас Скойл. Ладно, давайте поговорим с Кейт. Ты хочешь задать мне вопрос, так? Союду можно доверять? Да, он хороший парень. Как тебе угородило попасть на рейс 815? Мы это уже у нее, кстати, вроде спрашивали. И ты уже знаешь ответ, да? 23 тысячи долларов. Награда за мою голову. По-моему, я вижу призраков. Я видела здесь много странного. Что ты знаешь о Джеке? Я знаю, что он не верит тебе. Что там за люком в лесу? Кладовка с припасами. Что это там взорвалось? Мы взрывали люк. Так они уже знают о люке. Как-то события очень быстро разворачиваются. Они уже... Им уже про люк. То сначала только я знаю с локом люк. Пока мы отправились в пещеру, они тоже обнаружили люк. Уже вскрывать его собрались. То есть уже вскрыли. Там кладовка какая-то. Как-то события быстро развиваются. Где Саид? Понятно. Так, поговорим с локом, что ли? На острове все по-другому, сынок. Береги себя. Ты веришь в судьбу? Думаешь, мы здесь случайно? Это необычное место. У каждого из нас была причина попасть на остров. Вот почему ты должен вспомнить, кто ты. Так, а что ты мне можешь продать? О, уже ты не торгуешь. Хорошо, понятно. Что ты знаешь о Джеке? Он человек науки. Я веры. Вопрос в том, какой ты человек. Саиду можно доверять? Саид очень хочет узнать, кто ты. Они с Джеком скоро выйдут из терпения. Так, что это там взорвалось? Крыли люк. Где Саид? У люка. Дай ему ту батарейку. Ему не терпится заглянуть в твой ноут. Понятно. Мне тоже не терпится. Наверное. Так, давайте поговорим с Херлери. 8. 8. Мы все умрем. 15. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Или типа того. А Саиду можно доверять? Саид Крут. Не связывайся с ним. Он, как это там? Пыточных дел, мастер. Что ты можешь рассказать о Чарли? Чарли хороший парень. Он был в рок-группе. Правда, в группе одной песни. Как тебя угородило попасть на рейс 815? Я его уронил. Все моя вина. Что ты знаешь о Джеки? У него проблемы с отцом. Что там за люком в лесу? Место, где живут числа, друг. Не ходи туда. Что ты знаешь о числах? Числа — это проклятие. Они ломают жизнь, друг. Зачем я их услышал? Что ты знаешь о других? А что-то там взорвалось. Динамит и люк — это плохо. Верь мне, это ловушка. Не ходи туда. А где Саид? Ушел к люку. А я говорил им о числах. Но меня не слушали. Этот остров — зло, чувак. Не хочу тебя пугать и все такое, но... Мы все умрем. Так, ладно. Так, сейчас мне плохо было бы Сойлера найти и подорговать с ним. Мне уже серию пора завершать, так-то по идее. Осмотреть бутылку. Так, бутылку нашел. Хотя я даже не видел то, что она где-то тут лежит. О, Чарли. Осмотреть костяшки домино. Хорошо, что люди могут поиграть в домино. Похоже, тут играли в технический вариант 42. Понятно, я же говорю. Только мы 4 и 8 не нашли. 4, 8, 15, 16, 42. А, 23, 42. Так, ну что ж, ладно, давайте мы на этом завершим серию. Для этого надо сохраниться. А чтобы сохраниться, нам надо... А вдруг я сейчас уйду, блин? Ну ладно. Мне заново придется со всеми разговаривать. Так, хорошо, ладно, давайте поговорим. Тут уже не так уж много людей осталось. Так, это кто у нас? Сум, Сум. Это так, это жена того корейца. Привет. О, уже всем известно то, что она говорит на английском языке. Как тебе угораздило попасть на рейс в 715? Что ты знаешь о Джеки? Твой муж Джин. Он где? Ничего себе, они уже построили плоту и уплыли. Что ты знаешь о Кейт? Что ты знаешь о других? А что-то там взорвалось. А где Саид? А где-то там, в джунглях. Ясно. Так, с тобой торговать нельзя. Понятно. Поищем еще кто-то... А, Чарли. Можно с Чарли поговорить. Выход новости. Сойер, Майкл и Джин у нас герои. Придумали себе новые приключения. Поплыли на плоту за помощью. Ну, что-нибудь нужно? О, с ним можно торговать. Отлично. Что ты там можешь мне продать? Работаем без выходных. Ничего полезного. Так, вот это у нас что такое? Это обоймы для пистолета, получается? Так, подожди-ка. Информация о предмете. Обоймы... О, отлично. Покупаю. А взамен эти дам... Так. Четыре. Нет, так не пойдет. Хм. Давайте пока... Кокос убавим. А, сорок. Ой. Так, покупаю. Обязательно посети мой бутик на Пикадиле. Так, ну ладно, давайте мы на этом все-таки завершим серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Сейчас я сохранюсь переходом. Сейчас перейду сюда и сохранюсь. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...